сегодня мы идем к александре и акселю домой и вы увидите как живут настоящие берлинцы александра и аксель они живут на пятом этаже и здесь нет лифта пока туда дойдешь очень хорошо прокачиваются ноги это я заметила за семь дней в доме очень чисто потому что это частный дом и тот кто сдает квартиры здесь он живет тоже в этом доме что вперед идет такой длинный длинный коридоре от него уже отходят различные комнаты и вот сюда сразу налево ванная комната очень даже и большая комната думаю что это сушилка для белья аксель как настоящий мужчина он любит сидеть на туалете и читать от меня крисов тоже пропадает в туалете читает и смотрит в своем айфоне аксель любит комиксы астерикс и обеликс это вообще любимые комиксы софии а вот он комикс мастер и маргарита последний мужчина это тоже американские американские комиксы целая серия это знаменитая история о том как изменится мир если все мужчины умрут кстати очень-очень интересные лампы они регулируются с помощью сирии через apple закат в саванне вот это а это северное сияние а я не могу непереводимый немецкий фольклор пишет огромное-огромное зеркало во-первых она худеет а во вторых она прям вот с головы до пят мы идем спальню ребята здесь во все ну во многих берлинских домах и квартирах существует такой камин и он может обогреваться если вам допустим холодное или что-то поломалось у вас то это еще вполне законно обогревать вот эти камины с помощью как-то другов с помощью дров и их можно купить на допустим на заправке ракушки эта фотография сделана с диорамы в музее естествознания в нью-йорке это копия картины франц марка собака лежащая в снегу оригинал висит в галерее франкфурт на майне это нарисовали в китае мы им дали фотографии и они срисовали китайцы могут все кухне я думаю это важный элемент потому что немцы и вообще берлина как мы поняли они очень любят и вкусно покушать и готовят александра она замечательный повар на готовит очень много много готовит вкусно разную кухню где бы мы не были в сингапуре китае и индии таиланде везде мы брали уроки национальной кухни и поэтому многому научились александра сейчас покажет нам различные приправы которые готовила нам несколько раз я была просто в восторге черный сезам очень острый перец южной южного китая это семена горчицы их поджаривают на сковороде в раскаленном масле и они раздуваются как попкорн и потом этот маленький попкорн добавляют в различные салаты вкус очень интересный а это черный тмин используется в основном в турецкой кухне это значит целый кардамон такие зернышки до целого кардамона а это уже молотый кардамон очень часто добавляют в рождественскую выпечку или в индийскую кухню один интересный ингредиент гарам масала индийская приправа я помню когда еще в детстве я была маленькая мама мне заваривала вот это феншелевые зерны это в индийской кухне например используется гвоздика очень интенсивно ну и конечно же в допустим в рождественских печеньях в Сингакуре в основном для еды для приготовления каких-то сладостей используют вот такие цвета в основном зеленые то вот это у нас уже химический вариант это сделано на производстве да на фабрике а вот это уже натуральный зеленый цвет с помощью которого окрашивают вот эти вот эти сладости листья этого растения нужно сварить потом пропустить через миксер через сито и полученную массу уже заморозить рисовая мука и вот как раз из этой рисовой муки делаются такие сладкие пироги торты в Сингапуре или Азии нет пшеницы и зерновых культур поэтому они в основном все делают из риса это молочница копия картины Яна Вермера тоже нарисована в Китае это обогревательная система всей квартиры контролируется приходит и снимают показания это ее ножка когда София еще совсем маленькая была здесь Александра говорит что снаружи берлинские дома сделаны очень красиво они отштукатурены у них там есть какой-то рисунок а здесь уже внутренний вот внутренний двор в общем не очень красив не презентабелен абсолютно но внутри никто не видит и главная их задача выполнена снаружи сделать город красивым и идем мы дальше по коридору столовую и такой и в зал три человека здесь как-то переплетены это из Африки скульптура Александра привезла с собой боже сейчас будет сейчас будет опасный момент зыганский фиолет вот самураи это моя любимая комната в этой комнате очень много света вот здесь находится такая темная мебель абсолютно не делает ее темной она наоборот очень-очень светлая вот здесь я очень хочу показать вам вот эти фотографии которые Александра взяла из вот из альбома да из вот этого альбома это фотоальбом да фотограф да немецкий фотограф он фотографирует он фотографирует очень много знаменитостей моделей они в таком черно-белом свете и замечательно сочетаются вообще прекрасно просто сочетается всем дизайном комнаты а это Нагану конечно же вам сразу же стало известно что это Катрин Денео в общем ребята кто догадался чье это лицо пишите в комментариях а мы тут с Александрой вынесли ну что мы нашли кто это такая а вы значит пишите в комментариях как вы думаете кто изображен на этой фотографии на полу самый замечательный и самый мягкий на свете ковер рецепты здесь по которым Александра с удовольствием готовит но это не одни это не единственные рецепты у нее на кухне еще целая целая библиотека различных рецептов да но это тоже не оригинальная картина это тоже попросили нарисовать но теперь уже не китайцев а художника из Франкфурта это нарисовала Александра маслом нарисована здесь Клеопатра тоже нарисована маслом это уже Александра это была работа на заказ художник нарисовал 4 картины для рыбного ресторана и когда он закончил ресторан разорился картины остались вот одну из них мы и купили как раз для столовой эта картина прям очень сильно подходит сюда кстати ребята я вам не показала что это как раз это же столовая вот он стол где мы обычно завтракаем и когда Александр готовит мы здесь обедаем или ужинаем и обычно зажигаем вот такие красивые свечи стол из настоящего дерева он такой стабильный и смотрится очень мощно что мне еще нравится что стулья совершенно как бы не подходят к этому столу то есть они выбраны произвольно как будто взяты откуда-то и принесены сюда но они это было так задумано именно стулья совершенно совершенно разные и и